Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И эту неделю на подиуме казино будет разыгрываться спорткар Дьюбаш и Спектр. Довольно эксклюзивная машина, как в игре, так и в жизни. Продается она на сайте Бенни за цену в 599 тысяч долларов и была добавлена в игру с обновлением Лаурайдеры. Собственно, когда и появилась мастерская Бенни. И также заплатив в этой мастерской сверху 252 тысячи долларов, вы получаете заказную версию данного спорткара. По характеристикам эти версии немного отличаются и также у заказного варианта гораздо больше тюнинга в автомастерской. Основным прототипом в реальной жизни у Дьюбаш и Спектр является британский спорткар Aston Martin DB10. Особенность этой модели в том, что ее нет в продаже. Данная версия автомобиля была спроектирована и разработана специально для фильма James Bond Spectre, вышедшим в ноябре 2015 года и выпущена тиражом всего 10 штук. Так что это по-настоящему эксклюзив и найти его можно разве что в коллекции какого-нибудь богатея аристократа. А покупают люди следующую модель Aston Martin DB11, которая много чего переняла от эксклюзивного DB10. В игре же эту модель назвали Дьюбаш и Спектр, как и очередную серию бандианы, в которой данная машина и засветилась. Передний бампер позаимствовали от Porsche 918, роль которого в игре выполняет Quister 811. К сожалению, передний бампер поменять нельзя, я бы вот не отказался от оригинала. Если присмотреться на капот спереди, то можно увидеть отверстия, скопированные с Mercedes McLaren SLR, но даже их умудрились немного изменить. Задние фонари — это результат слияния фонарей от Aston Martin DB10, основной прототип, и Aston Martin One 77. От последнего в игру перешла сплошная полоса стоп-сигнала, соединяющая фонари. У машины есть два набора тюнинга — в обычной мастерской и у Бенни. Обычная мастерская особо не балует. Здесь один сплиттер спереди, маленький фаркоп сзади, один дополнительный вариант глушителя, один порог и один спойлер. Обратите внимание, что спойлер прижимную силу здесь увеличивает. Нам это пригодится. На этом всё. Для обычной версии тюнинг заканчивается. Теперь переходим к Бенни. Ещё за 250 тысяч долларов модифицируем тачку и получаем доступ к морю предметов внешней кастомизации. Изначально можно увидеть, что добавляются агрессивные колёсные арки, расширяется колёсная база и меняются линзы в фарах. Здесь очень много вариантов сплиттеров спереди и интересных диффузоров сзади. Крылья можно сделать более плавными или поменять им цвет. Нет. Двигатель можно только улучшить. Никаких распорок и замены модели самого двигателя здесь нет. Да и в принципе через меню взаимодействия можно открыть только две двери. Багажники и капот в акции не участвуют. Причём как у модифицированной версии от Бенни, так и у обычного спектра. Глушителей уже побольше и большинство выходит из дверей, нежели задней части автомобиля. В салоне можно поменять приборную панель, заменить шкалы на электронные и поставить дополнительные шкалы. Также заменить дверную панель на чёрную, поменять сиденья и рули. Несмотря на разные модели рулей, большинство из них имеет значок дьюбаши по центру. Цвет панелей, который в автоклубе деталей, меняет не только основную приборную шкалу, но и дополнительные, если вы их установите. Каркас безопасности у машины есть, но пользы от него, как обычно, нет. Машина имеет очень слабую деформацию и даже без каркаса практически не мнётся. От таких ударов многие тачки просто взрываются, а здесь немножко бампер погнулся. Скорее всего, тачка чересчур крепкая, как и в фильме «Спектр». А вообще, персонаж за рулём сидит так низко, что кажется, что ребёнок угнал у бати его спорткар и решил цепануть на ней пару венерических букетов. Раскрасок не сильно много. Это либо полосы, либо заливка, кстати, мне зашла, либо спонсорские варианты. Основной цвет перекрашивает весь кузов, а дополнительные тормозные суппорта и строчку салона, дверей и сидений. Причём суппорта перекрашивается только у заказной версии. У обычной они не участвуют в перекраске. А ещё обратите внимание, что суппорт заднего колеса у обычной версии располагается справа на тормозном диске, а у версии от Бенни слева, то есть кто-то об этом прям заморочился. Окраска салона затрагивает и панель, и руль, и сидения с дверьми. Двери я уже под карбон поставил. А если вы замените ещё и приборную панель, и руль, то всё равно найдётся детали, которые будут перекрашиваться. Порогов 12 штук. На деле в три раза меньше, просто одни и те же варианты повторяются в разных цветах. С полиров 17 разных штук. Ни один из них прижимную силу не увеличивает, так что их можно и не устанавливать, в отличие от спойлера на обычной версии Спектра. Он к установке обязателен. Но если присмотреться к характеристикам двух машин, то мы увидим, что прокаченные версии одинаковы по максимальной скорости и ускорению, но отличаются по торможению и сцеплению. Тормоза заметно лучше у версии от Бенни, а сцепление хоть и не прокачивается спойлерами, даже без них выше, чем на обычной версии со спойлером. Мне же понравился мини-столик, чтобы во дворе своей общаги было куда поставить баночки Клинского или Балтики, когда начнете сходку с корешами. И на этом уникальный тюнинг автомобиля заканчивается. Ему можно занизить подвеску. Завала колес нет, только занижение. Подвеска, как и броня, в случае с этим автомобилем, не влияет на технические характеристики. Проехав тестовую трассу на обычной подвеске, лучшее время, которое я показал, 55 секунд. На раллийной также 55 секунд. Угол поворота колес при этом не увеличивается. Он и на стоковой подвеске лучше, чем у всех тюнеров. Броня на машине никак не ощущается, ни в поведении, ни на финальном времени. Все те же 55 секунд. Так что, если все деньги потратили на кастомизацию от Бенни, на этих параметрах можно сэкономить. Итак, что можно сказать об этой машине? У нее задний привод, с передней не подключается, но это не мешает ей иметь великолепный держак. Ее иногда разворачивает, но вернуть на траекторию машину очень легко. Также у нее неплохой салон. Верхняя часть вроде бы и зализанная, но и в то же время угловатая, как персонажи и текстуры в GTA 3. Зато низ, там где три педали и рычаг переключения передач, к слову, автоматический, прорисованный просто великолепно. Везде бы так. А вот вид от первого лица малость неудачный. Особенно это касается шкалы приборов, которая всегда перекрыта рулем. Вот если пригнуться, то вообще норм. Во всяком случае, было бы оправдание вот этого ребенка, который выглядывает из-за руля. Свет задних фонарей или просто фонарей здесь тоже эксклюзивный. От стоп-сигналов загорается все, что только может загореться. И фонарь, и лента по центру. Габариты это только корпус фонарей, без светодиодной ленты. Стоп-сигнал в этом случае просто чуть ярче горит в центре каждого корпуса. А вот лампочку заднего хода фиг увидишь. Она теряется на фоне свечения габаритов. Пришлось их отключить. И в этом случае мы видим, что лампочка это тоже красная светодиодная лента с белым источником света посередине. Говорю же, эксклюзив. Спереди у нас биксенон. Ближний и дальний находятся в одной лампе. Бонусом загорается значок дьюбаши по центру. Пучок света от ближнего бьет вниз и правее, а дальний также правее, но чуть выше. Здесь даже днище нестандартное. Практически вся поверхность закрыта карбоновой панелью, которая не пропускает пули. Есть такие, которые пропускают. Открытыми оставили только участки в районе колес. Топливный бак, как обычно, за задним левым колесом. Проехав на этом автомобиле по своим трекам, я малость в нём разочаровался. Такой грозный внешне и абсолютно никакой по техничке. Причём, судя по времени, он не был имбой даже в 2015 году, когда его добавили. Прямая по автостраде была преодолена за минуту и 3 секунды. На общей таблице это 29 место среди 42 протестированных спортиков. Довольно медленно. На каскадёрском треке спектр показал время минута и 48 секунд. Уже получше. Это 17 место на общей таблице. А на городском круге всё снова печально. Лучшее время минута и 15 с половиной секунд. Это также 29 место на общей таблице. Каким бы грозным ни казался этот автомобиль, это лишь показуха. На деле он едет не быстрее Динка РТ-3000. Полное видеопрохождение всех треков и список со всей протестированной техникой вы, как обычно, найдёте в нашей группе ВКонтакте. В этот раз в гонке со зрителями было полное лобби игроков. Спасибо Дефасту и Хувиусу за организацию мероприятия и всем игрокам, принявшим участие в гонках. Участвовать может любой желающий. Для этого вам необходимо записаться у Дефаста на нашем дискорд сервере. Все ссылки вы найдёте в описании под видео. Ну и пара слов о технических характеристиках спектра относительно других спорткаров в игре. Ускорение плюс. Машина разгоняется вполне бодро, хотя Италии, RSX и ГТО ей не догнать. Также ей не догнать Калико по разгону и Вайсернео. Максимальная скорость минус. Машина едет довольно медленно. Управление это жирный плюс, потому что от такого держака, как у неё, надо ещё поискать. Машину может занести, но занос этот контролируемый, и вы без труда вернётесь на привычную траекторию. А тормоза получают также плюс. Остановить машину крайне легко на любой скорости. Но поскольку все игроки были на Италии, ГТО или RSX, и ещё парочки других автомобилей, в гонке со зрителями я финишировал только 13-ым. Наверное, пора вводить правило, что использовать топовые машины вообще нельзя. Так борьба должна стать ещё интереснее. А вообще положение дел в классе спорткаров вы видите сами. Обе Италии и немножко пария им будет на данный момент. Что касается тайминга на колесе Фортуны, который есть, и который у всех разный, то я, как обычно, кручу колесо спустя 4 секунды ожидания после появления надписи в верхней левой части экрана. Считаю в уме, и в этот раз на долю секунды крутанул раньше, и почти выиграл эту тачку. И какой вывод можно сделать по спорткару Дюбаш и Спектр? Это красивый и агрессивный автомобиль за небольшую цену и с морем тюнинга. Но по техничке он был слабоват в 2015 году, и уж тем более не может тягаться со многими спорткарами сейчас. У него нельзя открыть капот и багажник, но относительно приятный звук работы двигателя и внешность подкупают. А огромный держак позволит получить много положительных эмоций от вождения. По этой причине машина становится уникальной, и заполучить её в коллекцию, тем более бесплатно, я бы рекомендовал каждому. А покупать тут кто как пожелает. 850 тысяч долларов вместе с модификацией от Бенни, и ещё 1200 на тюнинг. И вот за миллион долларов вы получите дерзкий спорткар, о котором многие даже не слышали в игре. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!